МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Власть всегда в руках мафии, бомбитов, криминалов, коррупционеров! Боже! Царя храни! Сильный! Державный! Вот вам! Не получится! Он желанный гость на всех федеральных каналах России. Жириновский, и же все понимают о ком речь. Все остальное отходит на второй план. Он нравится Путину. Да, он такой эпатирующий и талантливый человек. Да и вообще в современной России кому попало, памятники при жизни не открывают. Скромненькая такая открыточка. В Москве открыли трехметровый памятник Владимиру Жириновскому. Казалось бы, такой кредит доверия может быть разве что у настоящей легенды нации. Тем более, что у Владимира Вольфовича, сына юриста, чеченских корней пока что не обнаружили. Мост в Петербурге назовут в честь Кадырова. Нет, троллить, конечно, их можно до посинения, но ведь по сути и мост Кадырова, и памятник Жириновскому – это зеркальце современной России. Это подарок политику к 70-летию. Но вот подойдет иностранный турист к памятнику и спросит, а кто это? Что этот мужик для страны сделал? И вот что они ответят? Нарезочку из Соловьева поставят? В сумасшедшем доме в соседней палате будем лежать, я вам скажу, кто. Вы поможете, вы безумец, вы клинический персонаж, просто и все. Для неподготовленного зрителя, которому повезло жить без российских федеральных каналов, поначалу вообще может показаться, что по телевизору просто продолжение приключений Бората Сагдыева показывает. НАТО – сборище проституток, из употребляющих насилие, деньги, кровь. Она – мой сестра. Четвертое место проститутка всего и Казахстан. Жириновский такой же бестактный. Дурочка ты и уходя сюда. В мой страна все бы с ума сходил от этих двух, а вот это не очень. А жизнь обоих персонажей – это сплошное диско-танцуй. Ну а про Сашай Владимиру Вольфовичу, естественно, есть что сказать. Ну вот сценарий есть, при котором Америке все-таки не конец. Америке не конец, если они приедут сюда, попросят прощения и с нами заключат хорошее соглашение. Все было бы просто и понятно, если бы вот этот товарищ был все тем же Сашей Бароном Коэном, только в другом образе. Но в том-то и дело, что Жириновский – это не русский вариант Бората, а вот это… Почему не нанести превентивный удар? Всем заткнуть голову раз и навсегда. Североморевич остров, маленькая страна, 200 тысяч населения. В Брюсселе сказать, посмотрите, вот остров, видите, отвернитесь. Посмотрите, нет острова. И это совсем не пародия на поехавшего умом националиста где-нибудь на минуте славы. Это, внимание, лидер одной из крупнейших фракций в Госдуме. А нам нужно окончание войны на Ближнем Востоке? Нет! Ну как вам, духовно, православно, скрепом соответствует? Памятник в Москве дает точный ответ на любой из этих вопросов. И не зря же Михалков прямо говорит… Если бы Жириновского не было, его надо было придумать. Самое главное, заразить Жириновского, он не дает спать. Он не дает спать. Он не дает дремать. Но вот вопрос. Зачем же кремлевским хип-хоп-маньякам на острие атаки именно такой одиозный персонаж? Он же вроде как оппозиционер. На единую Россию батон крошить вздумал. Вы что, вообще с ума сошли все? Ваш штаб Путина. Почему ваш штаб из нас, остальных кандидатов в президенты, делает идиотов? Кто вам дал это моральное право? На самом деле все очень просто. В Кремле давно осознали, что ручная оппозиция – это всегда сухо, комфортно и без протеканий в рейтинге. Тем более, когда память о электоратах, как у аквариумной рыбки. Преступность, проституция, детей вывозят, чтобы на замену органов. Вы понимаете, что происходит? Вот результат деятельности Путина. Я смотрю, вам Путин нравится. Когда его назначили, я сразу выразил большое удовлетворение. Что-то родственное, так сказать, близкое, по духу оно, видимо… Кто-то еще сомневается в том, что дядька совсем не дурак и держит нос по ветру. Иначе было бы явно сложно усидеть одним Жириновским сразу на двух стульях. Ваш президент был, Путин, и за эти 13 лет вывезены сотни тысяч женщин русских на панель стоят в Европе. Там же другое название государства, другое название вашей должности – верховный правитель. Не хотите император – давайте верховный правитель. Хотя император Владимир Первый звучало бы хорошо. Но ведь это еще далеко не все. Мастеров гибкого позвоночника или секты свидетелей Коротченко в России пруд-пруди. Хоть и в преклонных годах, но прогнуться могут так, что Кабаева позавидует. Но на фоне всего этого говорящего стада Жириновский – это высшая лига. Все должны согласиться с моим выводом, что демократия мешает развитию России. Почему у этого якобы оппозиционера золотая карта на самое рейтинговое шоу федеральных каналов? Никаких секретов здесь нет. Владимир Вольфович – это вишенка на тортике пропаганды. Танки двигаются на Киев. Танки могут дойти до Брюсселя. Можем за сутки вас оккупировать, захватить, уничтожить. Ну хотя бы потому, что со зрителями, воспитанными на распятых мальчиках и съеденных снегирях, Жириновский говорит на одном языке. Мы Наполеону морду намыли, Гитлера загнали в могилу. И америкашек, которые никогда вообще в жизни не воевали, вообще для нас ничего из себя не представляют. Кто не понял, то речь не о языке как таковом. Хакамада с Навальным тоже по-русски говорят, но народ их не слышит. А лидеры ЛДПР понимают с полуслова. Плохо жить – декамерика виновата. И тут и там, везде американцы, везде запад, везде НАТО. Это все организовано против России. И все делает США. Кругом враги. Пятая колонна на императора клевещут за буржуйские фантики. Я брошу деньги на создание новой, тайной политической полиции, что должна зачистить всю страну от пятой колонны. От тех, кто находится на сдержании у американцев, у Евросоюза, у НАТО, у исландских государств. А тюрьма, чтобы вы понимали, это вообще первая ступенька к гениальности. Вот Достоевский почему стал великим писателем? Десять лет каторги. Какой вывод я делаю? Надо сажать. Если будут сидеть 3-4-5 лет, появится Достоевский. Добавим сюда популизм из серии «Ленин на броневичке». Надо национализировать тяжелую промышленность всю, включая Сареву. Частично легкую. Тогда у нас будет успех. Любовь к а, нет, не а, к удивительным историям на злобу дня. Эта Савченко, для чего она нужна? Она совершит крупную провокацию. Сейчас вы ее видели? Вот он сидит, летчик, да? Вот в таком летчик. Она захватит украинский бомбардировщик и совершит нападение на какой-то русский город. Разбомбит его. И получим на выходе ровно то, что хочет слышать типичный зритель вести недели. Да что там зритель? Тот же Киселев. Это просто перепрошитая в Кремле базовая модель Жириновского. Да и Россия единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Был Вашингтон? Нет Вашингтона. Был Белый дом? Нет Белого дома. Утром все просыпаются? Нет Белый дом. Давайте искать, где он Белый дом. Здесь и возникает еще один вопрос. Так почему же такой востребованный песогон до сих пор не у руля? И здесь тоже все понятно и объяснимо. То, что кукла не может быть круче кукловода, лидер ЛДПР доказал еще задолго до Стрелкова. Каждый раз, когда Владимир Вольфович вдруг начинает заигрываться и подставлять, например, главную танцовщицу бескокошника. Не Асад нас интересует в личном плане. Понимаете, нам базы нужны. Уберем Асада и демократическое правительство Сирии выгонит нас. Но нельзя людям так говорить. Его моментально ставят на место. Ну что за бред, Владимир Вольфович? Да. Вы несете какую-то хинею. Вот видите вы, вы в башнике не можете успокоиться. Не можете. В народе хиню говорят. Да, да, да. Мол, клоун, шут, да что с него взять? Вот вам баянчик и доказательства. Половой акт для зачатия, для ребенка. А человек тысячу раз совершает его просто так. Зачем? Зачем? Вы же изматываете организм. Правда, в свете последних новостей откровения Жириновского о вреде секса видятся не такими уже и абсурдными. Мы предлагаем 4 раза в год. Ибо огромный расход энергии в пустоту. Особенно касается мужчин. Ну а что? Может опять проболтался? И не потому ли в стране денег нет? Просто денег нет. К тому же, премьеру Медведеву, как видному танцору... Вроде как ничего и не мешает. Да и уставший, мягко говоря, он регулярно выглядит. И как бы Медведев всю экономику России... Ну, пусть будет не про танцевал. Жириновский-то врать не будет. Мужчина отдает. И каждая отдача уменьшает жизнь его. Чтобы это поняли мужчины. Что каждый половой акт – это шаг к смерти. Что получаем в итоге? Что-то среднее между цирком и кукольным театром. До тех пор, пока народу нравится, ведущий клоун будет на арене каждый вечер. Но как только публика начинает восторженно визжать от экстаза... В микрофон тут же объявят – спокойно, граждане, это всего лишь клоун. Он нужен, но точно должен знать о рамке. Ведь даже если шут успеет наговорить на целый памятник, никто не должен забывать, что шут – шут он, а царь-батюшка – он один. Пока протесты в Хабаровске продолжаются... И люди требуют справедливости. В то время как Навальный вышел из комы и начинает приходить в себя... Самочувствие политика улучшилось, он реагирует на обращения. Кремль, как всегда, с помощью федеральных каналов пытается запутать следы и, как всегда, жить и работать по принципу народной поговорки «Я не я, корова не моя». Вообще о мистическом отравлении блогера Навального уже нагородили в Европе и Америке столько, что хочется встать на твердую почву фактов. Отлично, желания должны сбываться. Тем более, что немецкие врачи уже окончательно выявили яд, которым отравили оппозиционера. Лаборатории нескольких стран Европы подтвердили отравление боевым химическим веществом. И удалось им это сделать благодаря непровержимым доказательствам, привезенным из России. Вместо правоохранителей сбором улик занимаются соратники Навального. Часть команды Навального, которая осталась в Томске, по горячим следам собрала в номере все возможные улики и передала на борт самолета, на котором Алексея увозили для лечения в Германию. Вот они, реальные доказательства, которых так боялся Кремль. Мы все это упаковали сразу в герметичную упаковку. Все эти вещи были вместе с вещами Алексея переправлены в Германию и отправлены на анализ. И как бы теперь федеральные каналы не пытались выгородить своих хозяев, удается им это слабо. Вы серьезно считаете, что Навальный где-то конкурировал с Путина? Давайте все-таки найдем смысл в этой иезуитской билиберде. Естественно, чтобы разобраться в вопросе. Только для этого. Из своих загашников пропагандисты даже достали одного из создателей, новичка Леонида Ринка. Мы видим фотографии товарища Навального до самолета. Никаких намеков на миоз, на сокращение значка нет. Это значит, что посланного отравления не было. Если бы это было отравление, конечно, он бы не плечал. Он бы тихо завалился и с концами. На сегодня задача Ринка убедить всех, что если бы это был реальный новичок, в Берлин бы Навальный не попал ни при каких условиях. Через 10 минут после отравления, это заметьте, до самолета, через 10 минут его бы не стало. О каких там длительных двухнедельных паузах, как говорится, и вылечивания от этих вот сильнодействующих боевых веществ, это просто называется смешить профессионалов. Когда Кремлю нужны специалисты по отравлению новичком, они сразу же появляются в ту же секунду. Самое важное то, что они комментируют именно так, как это нужно Кремлю. Пропагандисты отрабатывают свои гонорары и эфиры как могут. Вот Шейнин взялся за новые эффектные разоблачения. Так в выпуске от 17 сентября показал видео из томского отеля «Эксандр» и обвинил команду Алексея Навального в том, что в ролике они специально замазали циферблат будильника. Смотрите, смотрите, я ведь знаю, что нас сейчас смотрят и вот эти вот навальнята, которые весь это, так сказать, изготовили, трим-пам-пам. Значит, обратите внимание, они все-таки не такие лохобаны, как кажутся. Потому что, обратите внимание, только что обнаружили мои редакторы. Обратите внимание, там вот стоят часики. Будильник? Да. Который заблюрили не мы. Стоп! Замыленные часы. И о чем это говорит? Сейчас федеральные детективы разберутся. И дальше возникает вопрос. Ты примчался туда, где, возможно, твой, так сказать, портай геноса был чем-то таким вот туда-сюда. Ты снимаешь, ты снимаешь это на видео, но потом, когда ты его выкладываешь, у тебя хватает мысли, а давайте-ка будильничек заблюрим. Мало ничего. Но, как оказалось, будильник замазали сотрудники Шейнина. Пришлось объясняться, оправдываясь техническим сбоем. Поскольку мы отвечаем, в отличие вот этих ребятишек, за свои слова и дела. Мы сегодня днем, например, совершили техническую ошибку. Мы показали, что часы были заблюрены, хотя на самом деле, вот слева, хотя на самом деле это у нас технический сбой произошел, у нас съехал этот блюр, поэтому это все никаким доводом не является. Ребят, учитесь. Симоньян же, бедная, вообще запуталась в показаниях. То сначала она говорит про низкий уровень сахара, полностью отрицая отравление в угоду Кремля, а потом себе же противоречит, называя якобы настоящих отравителей оппозиционного политика. Тихо произнесенную фамилию. Это версия, которую почему-то никто из вас, мужчины, не произнес, но я произнесу. Сразу скажу, что это мое оценочное осуждение. Главный человек, с кем конкурирует Навальный, зовут его Михаил Борисович Ходорковский. Уже давно понятно, что у Марго Симоньян вообще своя реальность, та, за которую лучше платят. Только посмотрите, как она освещала ситуацию в Беларуси после встречи с батькой. Собственно, и протесты в Беларуси постепенно, накал страстей снижается, численность уменьшается. Мы в Минске находимся сутки, он совершенно не производит впечатления революционного города. Вот нет никакой агрессии, о которой нам много рассказывают, что вот, высадился десант русских журналистов, русских пропагандистов. Я это пока что не видела нигде. Ну, я не видела, надо сказать, протестующих, потому что их нет. Я же не пойду по квартирам их искать. Нет слов. Занавес. Что тут можно добавить? Кремлевские миллионы надо отрабатывать. Это семейство паразитов, как их назвали в фонде борьбе с коррупцией в России, не брезгуют ничем. Так что вас не устраивает? Честно, сиськи маленькие. Желаю вам поменьше митингов и побольше петингов. Правда, в отличие от беспринципного мерзавца и пропагандиста Киасаяна, девушка-актриса хоть и с опозданием, но все осознала и попросила прощения у белорусского народа. Правда, быть себя тем, что я получаю текст за три минуты до мотора, это уже не важно. Я просто искренне прошу прощения перед всеми людьми, не зная, как вам больно. И это было ужасно, ужасно безбожно с моей стороны. Но вы думаете, на этом циничник Киасаян остановился? Нет, он продолжил плодить свой мерзкий юморок, оправдывая это тем, что он творит на поле политической сатиры. Я хочу напомнить, что у меня сатирически-юмористическая программа, это такой формат. Во-вторых, я шучу на самой горячей теме международной повестки. Это не тот повод, по которому надо сказать проклятие и поспокойнее. Ребята, вот немножечко поспокойнее. Так вот, главный сатирик страны и пропагандист... *** вам, они российские граждане. Снизим градус, Тигранчик, поспокойнее, как ты там сам говоришь. Хотя у Киасаяна это явно получается плохо и в следующей своей пилораме. Он уже делает ужасающую пародию на лидера протестного движения в Беларуси Светлану Тихановскую. Синяки под глазами. Вас что там, били? Да со мной тут били. Так вы за продолжение диалога с Россией? Я против диалога, но за продолжение с Россией. Не понял, как это? Ну, я вся такая противоречивая, особенно в критические дни. Критические для Беларуси. Правильно говорят. Муж и жена – одна сатана. И в случае с этой семейкой попадание стопроцентное. Пока кремлевские пропагандисты оправдывают Лукашенко и стараются очернить тамошние протесты, Жириновский в Думе разошелся не на шутку. И стал предрекать Кремлю и его приспешникам участь протестной Беларуси. Вам бежать некуда. Янукович сюда. Лукашенко сюда. Вы куда? В Китай. Вот там, в Китай, учите китайский язык. Вас там примут, в китайских тюрьмах. Буквально недавно в России завершились региональные выборы. В 20 регионах прошли выборы губернаторов. В 11 регионах – выборы депутатов ЗАГСобраний. На этот раз единый день голосования растянулся на три дня. Так, прикрываясь пандемией, Кремль решил упрочнить свои позиции на местах и дать время для подтасовок. На выборы губернатора было выдано 350 бюллетеней. Сегодня их стало 100. Я хочу задать председателю комиссии вопрос, каким образом была изгнена данная тюрьма. Вот так, благодаря вбросам, подтасовкам и подкупу избирателей, единороссы снова на коне. Нам сказали, что нужно вставать, не сходить, не проголосуйте. Нам дали по 10 рублей задаться. Вам давай добавим еще по 500 рублей. Вот так продается «Свобода» за 30 серебряников. Если вы будете продолжать так проводить выборы, как сейчас проводили, вот в этом, так сказать, 13 сентября, то в Беларуси это будут цветочки и хабарос. Цветочки, о которых говорит Жириновский, уже проросли в Беларуси, где народ не признал подтасованные выборы и не поверил в победу Лукашенко. Теперь белокрасные цветы стали символом мирного протеста, который, как бы не уверяли на «Раша Тудей», заканчиваться не собирается. Российский ВСКА, легендарная псковская дивизия ВДВ, сегодня вплотную подошла к границе с Польшей, со страной НАТО, с Евросоюзом. Пока остановились в Бресте, но у прибалтов и поляков уже паника. Путин и Лукашенко готовят наступление. Тут стоит пояснить, что анонсирует пропагандист Попов. В Беларуси стартовал первый этап белорусско-российского тактического учения «Славянское братство-2020». То есть стандартное кремлевское «бряться не оружием» началось. За вот это короткое время, за эти две недели, вы должны по-настоящему подружиться, и вы должны стать братьями. Чтобы, уезжая, каждый мог сказать, что у меня в Беларуси остался брат. Или там у меня в России пустой тоже есть брат. Да-да, братья по оружию. Где-то мы это уже видели. Мы здесь находимся, чтобы вместе, плечом к плечу с вами, всеми, быть одним организмом. Во имя нашего союзного государства. И границы союзного государства, они будут защищены. Так вроде же никто и не нападает, но мобилизоваться надо, видимо. Кремлю мало горячих точек, которые они устроили на карте мира. Эти совместные ощущения демонстрируют, что российская армия как раз-таки получила колоссальное влияние на армию Беларуси. И, конечно же, вот эта демонстрация сил, она нацелена не то, чтобы показать новые разработки Российской Федерации или новую технику. Она призвана показать, что российская армия сегодня находится ближе к границам Европы. Вот это нарезочка. У Попова даже у самого глаза на лоб полезли. Никогда не разделить, говорят офицеры. Одновременно с десантно-штурмовыми соединениями, но уже в Минск прибыл министр обороны России Шойгу и прямиком направился в резиденцию Лукашенко, дворец независимости, обсуждать, что и где надо укрепить в формате единой армии союзного государства. Россия пытается это зафиксировать не просто в политическом пространстве, но и, конечно же, в медиа, показывая вот эти свои танки, показывая свои войска, они демонстрируют, что они уже достигли этой территории. Навального отравили, выборы подтасовали, Европу напугали. Вот и все государственные дела, которые под силу Кремлю. Последние события показывают, что надо смелее идти и защищать интересы и белорусов, и россиян. Только вот от кого защищать? От своего же народа, который хочет справедливости, свободы и лучшей жизни, без репрессии и запугивания? Или же все-таки речь снова идет о себе? Ведь боязнь потерять власть и все свои блага, нажитые за столько лет, страшнее всего для тех, кто засиделся у власти. Продолжение следует...